На встрече обсуждался вопрос подготовки к проведению акции под названием «Служба в вооруженных силах России. Твой выбор». Приуроченные к ней мероприятия пройдутся с 17 по 23 августа на стадионе школы лица и города Назани. В республике актуальность тема привлечения ребят к прохождению воинской службы обусловлена увеличением призыва новобранца в ряды российской армии из Ингушетии. Целью этой акции ставится показать молодым людям, что служба в армии может быть его профессией, профессией это может быть его судьба в конце концов. И что проходя службу в армии он способен будет и содержать себя, содержать свою семью. По словам вице-премьера правительства республики Валерия Кукса, акция носит пропагандистский и знакомительный характер. Молодежьей республики должна знать, что проходя службу в армии, каждому призывнику представится возможность самостоятельно выбрать военную профессию по направлению, причем они получат не только военное образование, но и соответствующие льготы. Молодой человек придя туда, он будет иметь возможность посмотреть и выбрать предварительно, какой род войск его привлекает. Или его привлекает сухопутные войска, или он привлекает внутренние войска, или привлекает военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска стратегического назначения, противовоздушная оборона. То есть у него будет выбор. В ходе акции любой желающий приземник может предварительно выбрать род войск, который его привлекает. Будущим новобранцам покажут презентационные ролики. А консультанты из Минобороны России подробно расскажут о воинской службе в рядах российской армии. Ее основных преимуществах также молодые люди пройдут медицинское обследование. Кроме того, на совещании говорилось о подготовке Минспорта, Небушетии, спортивной площадки, отведенной под сдачу нормативов в условиях ведрения в России системы ГТО. Сейчас ГТО введено в стране, согласно возрастной категории, и для двух категорий до 18 лет и до 29 лет. Значит, там будут судейские бригады и будет проверка нормативов. То есть молодой человек может себя проверить, а я способен сдать нормативы в данный момент, или мне надо позаниматься, подготовиться к сдаче. Молодым людям, успешно сдавшим нормативы, будут присвоены значки и специальные удостоверения, подтверждающие сдачу нормативов ГТО, отметил Валерий Куксин. Вице-премьер правительства республики подчеркнул, что в настоящее время республика Небушетия не испытывает нехватки призывников на военную службу. Напомним, что в конце мая на встрече главы Небушетии УЗБ ПФ Курва с министром обороны России Сергеем Шойгу обсуждались вопросы увеличения призыва молодых людей до тысячи человек из республики на военную службу в ряды российской армии.